Из протокола от 20 ноября 1825 года, 7 часов вечера, в присутствии лейб-медика Тарасова, генерала Дибича и еще 7 подписавшихся. Император Александр I, 19 ноября 1825 года, в 10 часов 47 минут утра, в городе Таганроге скончался от горячки и воспаления мозга. Здесь сразу к делу. Книга Александр I и старец Федор Кузьмич Г. Васильевича. Проводя анализ протокола вскрытия, сделан вывод. Протокол явно не соответствует болезни, от которой умер император. Он настолько противоречив и абсурден, что бросается в глаза даже не посвященному в медицине человеку. Воспоминания Даниила Гранина в книге «Причуды памяти». Михаил Герасимов, гениальный советский антрополог, мечтал развеять легенду о Федоре Кузьмиче. Он обратился в ленинградский обком КПСС с просьбой разрешить скрытие гробницы. Просьбу передали в Центральный комитет партии. И вот ответ. Если Герасимов определит, что череп императора, череп человека, умершего не в 1825 году, а много позже, в год смерти старца, то церковь сделает его святым. Что же получается с подачи Центрального комитета КПСС? Ответ отрицательный. Даже если откинуть легенду о Федоре Кузьмиче, умершем в городе Томск в 1864 году, то через пелену ответа Центрального комитета партии просматривается то, что ЦК знало реальную дату смерти Александра Первого. И это был явно не 1825 год. А по их же словам, намного позже. Конечно, есть основания полагать, что Александр реально стал отшельником Федором Кузьмичем. Но у последнего есть своя могила в Томском Алексеевском монастыре. Возникает вопрос, кто же похоронен в Петропавловском соборе города Санкт-Петербурга? Начнем разбираться. Зачем же Александр Первый практически за полгода до своей смерти или ее инсценировки оказался на юге Российской империи, где все время с частью своего двора и женой перемещался по разным городам Крыма и Приазовья. Что же вынудило императора покинуть Санкт-Петербург? Последним же местом пребывания его в столице была Александра Невская Лавра, где он провел достаточно большой отрезок времени. Официальные историки ссылаются на страх перед интригами готовящегося восстания декабристов. Но, как всегда, не все так просто. Царь, покинувший столицу и бросивший империю без управления, это, мягко говоря, нонсенс. Я же думаю, что ответ на этот вопрос кроется в реальной датировке этих событий. В своем фильме «Тайна XIX века. Хронологический сдвиг найден» я выдвинул гипотезу того, что все события первой половины XIX века реально происходили на 2-3 десятилетия позже. А фальсификаторы второго периода фальсификации 70-х-90-х годов XIX века переместили их в получившуюся после зачистки историческую дыру тех самых изъятых реальных событий в мире, предшествующих глобальной катастрофе 40-х годов XIX века. Так война с Наполеоном с первой половины 30-х годов XIX века переместилась в 1812 год. А сама же катастрофа, отразившаяся в фальсифицированной истории, как питерское наводнение 1824 года, реально произошла в 1842 году, в самый пик глобальной катастрофы, вызванной падением на Землю второй части кометы Биэла. Все это я очень хорошо показал в своем фильме «Загадки XIX века. Фата или комета Биэла». Что же получается? На юг Российской империи перебралась часть выжившего двора императора, ну конечно же вместе с ним, и перебралась из столицы, Санкт-Петербурга. А было это в период с 1842 по 1846 год. Пока точная датировка, конечно же, еще непонятно. И непонятно это достаточно многим зрителям. Но ниже, я думаю, большинство разберется в этом вопросе вместе со мной. Рассмотрим еще одну важную информацию об императоре Александре I. От якобы единственной официальной жены Елизаветы Александровны он имел двух дочерей, Марию и Елизавету. От Марии Нарышкиной Александр имел дочь Елизавету, 1803 года рождения, дочь Софью, 1808 года рождения, еще дочь Елизавету, 1804 года рождения, Зинаиду, 1810 года рождения и сына Эммануила, 1813 года рождения. Также он имел сына Николая Лукаша от неизвестной Софьи Мещерской. И родила она его ему аж в 1796 году. Дочь Мария, 1819 года рождения, у Александра была от Марии Туркистанской. Дочь Мария Александровна Парижская родилась в 1819 году от Марии Жозефины Веймер. Сын Густав Эренберг родился у императора в 1818 году от Елены Раутенштраух. Сын Николай Исаков, 1821 года рождения, от Марии Карачаровой. И видимо все это еще не полный список детей императора Александра I. Вывод из всего вышеизложенного только один. И он не вяжется с христианским православным укладом семьи. Я думаю, что все женщины, от которых император имел детей, были его вторыми, третьими, четвертыми, а может быть даже и пятыми и шестыми женами. Причем все они были его женами одновременно. Какая-то аналогия с семейным укладом Ивана Грозного. Носовский и Фоменко в своих работах наглядно доказали, что Иван был многоженцем, а не менял жен одну за одной, как синяя борода, спуская их на санях в пропасть или забивая опричниками. Так нам описывает смену его жен официальная историческая наука. В описании жен Александра есть даже аналог Грозненской Марии Темрюковны. Только у Александра это Мария Туркистанская. Я нисколько не хочу отождествлять личность Грозного и Александра I. Это, конечно же, разные правители Руси. Но уклад их жизни одинаковый. И это есть тот самый старый ведический уклад, который всплывает сейчас во многих работах исследователей реальной истории, занимающихся таким феноменом, который мы знаем под именем Тартария. Но Тартария, как мы уже неоднократно говорили с Андреем Кадыкчанским, это западное название той глобальной державы конфедерации, которая управляла всем северным полушарием и которой подчинялись семь царств. Москва была одной из них. Потом она разделилась на Санкт-Петербург и, видимо, Тобольск, бывший Сибирь. Это уже после развала той самой мега-державы в период первой катастрофы, случившейся на рубеже 17-18 веков. И если Иван Грозный был реально допервопотопным античным персонажем, то Александр I однозначно был межпотопным. То есть представителем той имперской межпотопной российской империи со столицей в Санкт-Петербурге. Ну, восточнее ее была еще Московская Тартария, еще одна империя. На западе была Священная Римская империя. Вот таким был межпотопный мир. Получается один вывод. Царь, государь или император одного из семи царств, коими являлись Грозный, а Александр I просто был императором уже фактически отдельной российской империи, отдельной от того прежнего погибшего центра. Но все они брали в жен представительниц, княжеств, царств, земель внутри своих империй. Вот мы и видим, что после захвата Наполеоновского Парижа, скорее всего, та территория была просто присоединена к Российской империи. Сейчас мы это знаем просто как оккупация российскими войсками того самого Парижа и той самой Франции. Но Александр I взял в жены некую Марию, либо Маргариту, Жозефину Веймер. Ей даже поздние историки кличку придумали. Мадмуазель Жорж. И они же определили ее актрисой. Но по второму имени Жозефина видно родство с той самой Жозефиной Наполеона. Конечно, это гипотеза. Но не женился бы Александр I на актрисе. Получается, описание многочисленных детей Александра I – это уникальное свидетельство. Из всех Романовых, по крайней мере, последующего периода, цари были моногамны. За редким исключением единичных побочных детей и единичных любовниц. Типа как у Александра III. Хотя у прежних Романовых, включая Алексея Михайловича, Петра, да и того же Павла I, сквозь штукатурку просматривается такая же картина, как и у Александра I. Почему же Александр покинул столицу и кочевал по городам Юго-Российской империи в середине 40-х годов XIX века? На этот вопрос нам поможет ответить анализ европейских событий как раз того периода, середины 40-х годов. Я думаю, большая часть элиты допотопного мира, находящиеся в основном в городах и многие в прибрежных, просто погибли. Катастрофа была очень сильной и мы видим как затопление Санкт-Петербурга, так и разрушенную Москву-тову времени. А потом еще мы знаем о слой глины, засыпавшей все первые этажи. В общем, оставшиеся начали бороться за выживание. А менее всех пострадавшая от глобальной катастрофы торговая федерация, вернее ее британская часть, объявила себя Великобританией, империей. И свергнув ганноверских королей, которые ей до этого управляли, видимо, правда формально, привели к престолу свою, королеву Викторию. Только случилось это не в 30-х годах XIX века, а в середине 40-х. И новая торговая британская империя начала действовать немедленно. В 1848 году британцы, сделав ставку на местную буржуазию и пролетариат, свергли короля якобы Франции Луи Филиппа. Но не во Франции, как я думаю, а просто в западной части Священной Римской империи, того самого Наполеона. И свергли они именно короля, а не императора, коим был Александр I в Российской империи. Император же Священной Римской империи, которого мы знаем сегодня под именем императора Фердинанда I, и знаем просто как императора какой-то Австрийской империи, тоже свергли в 1848 году в Вене. Я думаю, реально этот Гасбург и был императором, как я уже сказал, той самой Священной Римской империи. Построенной еще до первого потопа Карлом V, тоже Гасбургом. И реально эта империя занимала почти всю Европу. И было это до катастрофы середины XIX века. А какой была эта Священная Римская империя, очень хорошо видно на картах Наполеоновского периода. Якобы тогда, когда Франция и захватила всю эту Европу. И Наполеон назначил королями Италии, Швеции, Германских земель, якобы своих маршалов и родственников. Но я думаю, такой уклад в Священной Римской империи был и до Наполеона. Вопрос только один. Кем же действительно был тот самый Наполеон? И получается, никакая французская революция его к власти не привела, бедного корсиканского дворянина. А сама же эта первая французская революция конца XVIII века, это просто отражение единственной французской революции 1848-49 годов. И скорее всего, только после нее западная часть Священной Римской империи Гасбургов и стала называться Францией, как страной. До этого это были просто земли. Прованса, Лангедока, под каким-то общим региональным областным названием, схожим с Францией. В общем, в 1848 году в Европе мы имеем несколько революций. И все они буржуазные. Эти революции сметают до потопных монархов. Опять же, та самая французская революция 48-49 годов. Революция в Италии. Венгерское восстание того же 48-го года. А вот революции в Польше 1830-31 годов, 1830-го в Бельгии, а также в германских землях, я думаю, это те же революции 1848 года, отодвинутые фальсификаторами в допотопный период 30-х годов. Опять закрыли дырку. А вот в Российской империи в середине 40-х годов 19-го века прежний допотопный император Александр I был заменен на Николая I. Но в отличие от свергнутых британцами европейских монарков, даже самого императора Священной Римской империи Фердинанда, Александр I, видимо, передал власть все-таки преемнику в лице своего брата Николая I. А европейские престолы заняли уже проанглийские руководители. Конечно же, в Европе позже появились соперники англичанам, новые империи типа Бисмарковской Германии и объединившегося центра бывшей Священной Римской империи, которую мы теперь знаем под названием Австро-Венгрия. Но это уже было гораздо позже, в 60-х-70-х годах 19-го века. А пока в первые послепотопные годы в мире был хаос, которым и воспользовались торговцы Британской империи. Умер ли Александр I в Таганроге в 1846-48 годах, или все же, потеряв в Питере большую часть жен и детей, и сломавшись, ушел в Московскую Тартарию, которая, кстати, более всех пострадала от катастрофы, нам пока не ясно. Ясно одно, его сменил Николай I, и все-таки он был не проанглийский, он был его братом и, похоже, последователем. А вот Константина, находящегося в Польше, и, видимо, договорившегося с британцами, власти в России не допустили. Хотя он реально имел первую очередность среди трех братьев. Он был второй после Александра, а Николай был младшим. Но это еще показывает действительно то, что Александр I реально потерял своих детей, потому что передать ему власть по прямой линии было просто некому, и пришлось передать брату. Такого в династических переходах Романовых более никогда не было. А вот масштабы того питерского затопления вы хорошо увидите ниже. А пока из описания жизни Николая I хорошо видны реальные условия той разрухи, которая была в стране после потопа. Сам царь военный фортификатор, постоянно занимающийся восстановлением. Питался он очень скромно, солдатами. Спал на солдатской кровати, укрывшись шинелью. Интересно одно, где он все это делал? И я уже однозначно понимаю, что не в столице империи Санкт-Петербурге. Тот был просто под водой в этот момент времени. А теперь внимание! Приведу основные доказательства того, что с середины 40-х годов 19 века, после глобальной катастрофы, уровень мирового океана поднялся в среднем на 4 метра. И сохранялся так, по крайней мере, до 60-х годов того же 19 века. И только в 60-х годах появились первые фотографии того самого Питера без людей. Какой же уровень океана был до катастрофы, сейчас сказать достаточно сложно. Я же думаю, что ниже нынешнего на 1-2 метра, судя по питерским мостам. Этот вопрос я рассматривал в своих фильмах «Загадки питерских мостов». Получается, лед кометы Биеллы принес лишнюю воду на землю. И уровень океана поднялся, сопровождаясь огромным его волнением. А вследствие измененного катастрофой климата, в сторону похолодания, вода со временем смерзлась на полюсах. Но все же само свидетельство. Привет, друзья! С вами Елена Тапсида, ведущая канала «Тайны Великого Кавказа» и не только. Но в обычной жизни я просто Елена Гусакова. По просьбе Лега Павлюченко я подготовила ряд материалов, доказывающие, что уровень Черного моря в середине XIX века был выше на 4 метра. Благодаря этому удалось снять несколько фильмов. Это серия фильмов «Неизвестные звездные крепости» Северного Причерноморья и серия фильмов «Следы потопа». Уже давно, просматривая картины художников начала XX века, которые зарисовывали пейзажи Черного моря, я обратила внимание, что береговая линия сильно отличается от современной. Но в последнее время стали появляться оцифрованные документы, это карты, фотографии, почтовые открытки, аэрофотоснимки, показывающие, что действительно уровень Черного моря был совсем другим. И благодаря этому удалось сделать окончательные выводы. Итак, в фильме «Неизвестные звездные крепости» Святой Дух Нагин я исследовала два официальных документа. Это «Атлас Черного моря», выпущенный в 1841 году. В нем карта 1838 года, сделанная капитаном первого ранга Манганари под названием «Рейд на реке Мизюмта Батум Ивона», а также аэрофотоснимки 1941-1943 годов, сделанной разведавиации Люфтваффе аэродрома «Адлер» в долине реки Мизюмта. Мы будем исследовать место дислокации форта Святого Духа и его окрестностей. Ныне это Адлерский район города Сочи, международный аэропорт и место, где проводились 22-е зимние Олимпийские игры в 2014 году. Современная история этого местечка началась именно с возведением вышеназванного укрепления. Сравним современную карту Google Планет Земля и карту Манганария. И в этом случае я сделала привязку не по реке Мизюмта, а по небольшим речкам – Большая Малахирота. Русло реки Большая Хирота в месте впадения ее в море значительно отличается от современного. Зато Малахирота огибает хребет над аэропортом, и эта излучина совпадает с аналогичной в 1838 году. Место наибольшего изгиба хорошо просматривается и образует мысок, который находится на одном уровне с западным и юго-западными лучами крепости Звезды. Давайте поднимем стены, валы крепости из небытия. Почему я так говорю? Потому что точное расположение было утеряно, все искали крепость рядом с берегом моря. Далее нанесем береговую линию и уровень моря на 1838 год, и хорошо заметно, что он был выше современного примерно на 4 метра. Улица Авиационная огибает топливозаправочный комплекс аэропорта и другие предприятия, повторяя очертания укрепительного вала хорта Святого Духа. А подъездные пути соответствуют дорогам, ведущим к блокгаузам. На аэрофотоснимках аэродрома Адлер 1941 года можно отследить месторасположение укрепления Святого Духа с минимальным антропогенным воздействием. На снимке хорошо заметен рельеф, такой же, как на карте Манганари. И даже небольшой ручей, который на современных картах давно утерян. Для удобства русло реки я раскрасила в голубой цвет, чтобы лучше были виды многочисленные протоки. Рассматривая снимок в устье реки, рядом с морем, где заметен частный сектор, следов стен валов я не обнаружила, хотя по логике форт должен быть именно здесь. Протоки ответвления также не похожи. Тогда рассмотрим место, предложенное мною. Но явных остатков валов крепостных стен на снимке также нет, проглядываются лишь очертания. Но вот многочисленные ручьи и протоки на снимке четко соответствуют карте Манганари. Нашлось и другое подтверждение. На карте 1838 года в устье реки заметно прямоугольное сооружение. И на снимке 1941 года заметно такое же сооружение. Возможно это был Блокгаус. Давайте поместим звезду на это место. И сразу же видно полное совпадение между расположением ручьев, основного русла Мзымты, будущих подъездных путей и дорог. Так что Святой Дух найден. Таким же способом были найдены форт Лазарева в долине реки Псизоапсеп и форт Головинский в долине реки Шахе. Улицы Лазаревского в месте расположения форта обошли его, повторив очертания стен. А центральный вход – это теперь улица Аэродромная, ведущая к аквапарку на Аутилус. Улица Тормахова – это северо-восточная стена. Лучше всего просматривается форт Головинский, так как место его расположения менее всего застроено. И снова улицы повторили инфраструктуру форта. Лучше всего заметен северо-восточный редут. Это место по форме засажено деревьями. Таким образом, нашлись все крепости укрепления в Сочинском районе, расположенной в долинах рек. И я их искала не там, где они по логике должны были быть, а выше по течению реки на 300-400 метров. То есть это свидетельствует о том, что уровень моря был выше примерно на 4 метра где-то в середине XIX века. И так продолжалось примерно до конца XIX века, начала XX века. Единственное скажу, что датировка карты Манганари 1838 года, который приводила Елена Гусакова, реально сфальсифицирована. Эта карта составлена после Крымской войны, то есть после 1856 года. Только тогда англо-французы по условиям заключенного мира получили возможность картографировать крепости Черноморского побережья Российской империи. До глобальной катастрофы и войны 40-50-х годов XIX века никто бы не пустил англичан и французов в Черное море. Ни Россия, ни Османская империя. Итак, многие уже слышали мою гипотезу о падении кометы Биеллы, причем в несколько этапов на нашу планету. Это я все хорошо показал в фильме «Загадка XIX века. Фата или комета Биеллы». Лед кометного вещества вызвал подъем уровня воды. И однозначно не только в Черном море, но и конечно же поднялся уровень всего Мирового океана. Черное море не может локально подняться. Тогда уже существовал пролив Босфор. И по закону сообщающихся сосудов, однозначно излишек воды с Черного моря быстро бы вылился в Средиземное. А из Средиземного через Гибралтар в Атлантический океан. Но это при кратковременном поднятии. Если бы уровень моря стоял пару-тройку десятилетий, однозначно весь уровень Мирового океана был поднят в среднем на 4 метра. То есть затоплены были на те же 4 метра все прибрежные города по всему земному шару. И вот Сан-Франциско. На карте хорошо виден уровень поднятия воды. Был затоплен практически весь центр города. А корабли были сильнейшим штормом выброшены на кромку нового обреза воды. А потом, когда вода спала, они и остались среди домов города. А вот то же самое и в Питере. На карте, которую мне прислал зритель Артур Кодомский, хорошо видно, какая часть города была реально затоплена. А на гравюре Смольного, который, судя по той же карте, не затоплен, вместе, кстати, с Александромевской лаврой, в которой, видимо, и скрывался до отъезда на юг от катастрофы Александр I. Так вот, на этой гравюре со стороны площади видны долговременные дамбы. Это точно указывает на то, что город стоял затопленным достаточно долго. Как я уже предположил, реально до начала 60-х годов. И то тогда вода спала, видимо, в половину. Как раз метра на два, чтобы просто освободить городские улицы. А нынешний уровень воды образовался, скорее всего, только в начале 20-го века. То есть, до нынешнего уровня вода спадала еще долго. В Питере же, в момент катастрофы, скорее всего, утонула большая часть императорского двора. Да и жителей города. Центр как раз и заселяло знать. А также получается, что все время, пока город был затоплен, жить в нем можно было только в той самой его части. То есть, в Александромевской лавре и Смольном. И все это не позволило бы однозначно разместить там управление государством и царский двор. Вот почему после катастрофы Александр I и скитался по югу России. Сломленный горем от потери большей части близких. А с ним, получается, скитался и весь оставшийся двор. Почему же они не переехали в Москву? Да потому, что она тоже была сильно разрушена. Это хорошо показал Евгений Макаров в своем фильме «Признаки потопа 19-го века. Засыпанный Кремль». Сама же карта затопления Питера датирована якобы 1822 годом. Но мы уже с вами понимаем, что фальсификаторы изъяли из истории реальные события первой половины 19-го века. А в эту дыру отправили события 30-х-50-х годов того же века. Вместе с Пушкиным, войной с Наполеоном. А масштабы самой катастрофы намного преуменьшили и отправили из 40-х годов 19-го века под видом питерского наводнения 1824 года в этот самый 1824 год. А теперь мы видим, что карта затопления города от этого самого наводнения 1824 года датируется 1822. Типа за два года до самого наводнения. Но как я уже сказал, эта карта показывает реальный подъем воды в Санкт-Петербурге ориентировочно в 1842 году. Так где же находилась столица Российской империи с конца 40-х годов 19-го века до начала 60-х, пока она не освободилась от воды, как и все прибрежные города в мире в начале 60-х годов того же самого 19-го века. И Питер предстал на фотографиях, как безлюдный, засыпанный грязью, промокший насквозь город. И видимо только тогда в него вернулся царь и двор. А город начали восстанавливать. И тогда же начали восстанавливать Москву. Я думаю, что временной столицей был вот этот город. И именно отсюда, из этого города, кстати, третьего по величине в Российской империи, и правил император Николай I в период с 1842 по 1855 годы. И в этом же городе император Николай и погиб в 1855 году. Но как погиб? Описание смерти императора Николая явно выдуманное. И выдуманное поздними историками. А почему я так думаю, сейчас расскажу. По официальной версии, Николай I загадочно, скоропостижно скончался. Якобы в Санкт-Петербурге 2 марта 1855 года. И в сей биографии описан четкий упор на то, что император был до мозга костей военным. А умер он в разгар битвы Российской империи за Севастополь против наступающих англо-французов. Почему же англичане не пошли на Питер, а рвались именно на юг? Теперь, я думаю, становится понятно. В Питере никого не было. И все государственное управление находилось на юге Российской империи. Частично в Крыму, частично вот в этом вот Новороссийске. И англичане и пытались достать царский двор именно там. Но, видимо, все у них шло не очень-то успешно. Поэтому они и применили то самое оружие, след от которого мы и видим как воронку в центре третьего по величине города тогдашней Российской империи. Это очень хорошо показано вот в этой статье про Екатеринослав. Посмотрите на фотографии. Весь центр города Екатеринослава, видимо, при Николае, названного Новороссийском, как новая столица империи, типа Новгорода, был просто уничтожен гигантским взрывом. Вот тут, я думаю, 2 марта 1855 года и погиб Николай I вместе со всем городом. Тут же погибло и все управление армией. И недаром из всех царей Российской империи в Госархиве, в фонде 468, нет только протокола вскрытия императора Николая I. Есть даже поддельный протокол вскрытия Александра I. А от Николая, судя по вот этой вот воронке, не осталось того, что можно было бы вскрыть. Поэтому фальсификаторы сочинили миф и загадку смерти Николая I, якобы связанную с его самоубийством. Он принял яда, терпя неудачи в той самой битве за Севастополь. Но на момент его смерти явных неудач еще не было. Была небольшая битва под Евпаторией, где погибло 100 чем-то русских солдат. А вот проигрыш начался в августе и сентябре. И вот 11 сентября только взяли Севастополь англо-французы. А это уже через полгода после смерти Николая I. Сталин же не принимал яд, когда немцы стояли в паре километрах от Москвы. Теперь понятно, что англичане победили в Крымской войне только благодаря уничтожению управления Российской империей. И это единственная воронка в той самой Российской империи того периода. Я думаю, 2 марта 1855 года это и есть дата нанесения Торговой Федерации удара по городам Московской Тартарии и Российской империи, имеющимся у них ограниченным запасом оружия массового поражения, которое им осталось, видимо, от Священной Римской империи. И основную часть этого арсенала они запустили как раз во Московской Тартарии. Так они уничтожили ее столицу Тобольск. Посмотрите, что стало с этим городом. На нем нет просто живого места. Также они нанесли еще удары по Поволжским, Уральским и Сибирским городам. Но я думаю, что у них было всего 6 боеприпасов. Скорее всего ракет. Почему? Да потому, что 11 апреля 1855 года в Лондоне заложили памятник. Те самые британские колонны. 6 зеленых колонн. Самое интересное, нигде в интернете мне не удалось найти фотографии этих британских колонн. Может быть, кто-то из зрителей подскажет, где они находятся и как они выглядят. Но в описании событий 1855 года в мире установка этих колонн реально описана. Что это было? Я думаю, в этом вопросе нужно будет разобраться. В общем, получилась короткая реконструкция событий конца 40-х, начала 50-х годов 19 века. Это же, конечно, моя гипотеза. И она очень сырая. Кто-то с ней не согласится. Но это только первая попытка реконструировать события самой глобальной катастрофы и ее последствий. А также политическую ситуацию хотя бы в Европе. К этим выводам я пришел из своих предыдущих исследований, которые я показал в фильмах «19 век глазами невольных инсайдеров», «Тайна глины, засыпавшие города», «Таким был прошлый мир», «Тайна 19 века хронологический сдвиг найден», «Тульский взрыв 1830 или 1812», «Кто нами сегодня правит», а также фильм «20 тысяч лье под водой» и «Великие моголы». В заключении скажу, что после смерти Николая I, видимо последнего из династии доподобных правителей Руси, описанных мной в фильме «Утопия 4338», Александр I и был тем императором-поэтом. А российский трон занял Александр II, который принял условия торговой федерации, раздал концессии и запустил их капиталы в Российскую империю, провел либеральные реформы, отменил загадочное крепостное право, но это тема дальнейших исследований. За это торговая федерация позволила ему присоединить к Российской империи уничтоженные территории Московской Тартарии, также территории Средней Азии, бывшей независимой Тартарии, и пустеющей еще с момента катастрофы 17-18 веков территории Дальнего Востока. А вот на Западе территории Российской империи были урезаны. Так Российская империя, видимо, и лишилась всех Балкан, но как-то умудрилась удержать Польшу. Напомню, что по моей гипотезе политическое устройство межпотопной Европы, то есть примерно с 1700 года по 1842, было совсем не таким, как нам показывает официальная историческая наука. Большая часть Европы была та самая Священная Римская империя, которую в лице наполеоновской Франции и победила Московская Тартария и Российская империя в Наполеоновской войне. Наполеоновское устройство Европы – это и есть ее настоящий уклад той самой Священной Римской империи. Этой Священной Римской империей из Вены управляли Гасбурги. В нее входили княжество и королевство. Это потом, на ее обломках после потопа появилась Франция, Германия, Италия, Австрия. А Российская империя занимала территории от Москвы на востоке, с северного Кавказа на юге, до фактически Италии, включая в себя все Балканы. Территория Московской Тартарии начиналась, видимо, от ее ворот Москвы на западе и простиралась на восток, примерно до Красноярска, бывшего Камбалыка. Дальше начиналась территория Вечной Мерзлоты. Та территория была уничтожена первой глобальной катастрофой, случившейся на рубеже 17-18 веков. Там был прошлый центр мира. Там было управление самой Великой Тартарией, или Русияра, или Асии. Но в межпотопную цивилизацию, скорее всего, там никто не жил. И я думаю, межпотопная цивилизация и высадила все эти деревья, которые мы сегодня знаем, как Восточно-Сибирская и Якутская Тайга, в попытке восстановить ландшафты и климат уничтоженной территории Восточной Евразии. Но на сегодня пока все. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Я думаю, первая попытка реконструировать события катастрофы середины 19 века и ее последствий у нас как-то получилась. Дальше мы будем продолжать потихоньку разматывать этот клубок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok